Ну то есть идея в чем заключается? В том, что люди часто не прикладывают достаточно усилий. Вот допустим, если нет отдыха психического, если вы зациклены на работе, зациклены на телевизоре и не можете даже улыбаться друг другу, тогда очень скоро ваша семья развалится. Долго ждать не надо. Потому что сколько человек может жить в таком состоянии? Ну пожил какое-то время. Потом мужчина истощается, женщина истощается. Женщина часто, когда истощается, входит в депрессняк. Если женщина достаточно видная, то она начнет себе мужика другого искать. Несмотря на то, что у нее дети, там все, по барабану. Если мужчина более видный, он начнет себе кого-то искать. Если женщина менее видная, будет в депрессняк вводить, становится униженной. Понимаете, есть еще такое понятие чувство собственного достоинства. Оно реагирует просто на жизнь. Вот, допустим, если человек, у него в бизнесе все круто пошло, у него чувство собственного достоинства пошло вверх, он слепнет. Он не понимает, что сейчас будешь сильно много вкладывать денег, просто вообще останешься без штанов. Ну то есть ему кажется, что он сколько бы ни вложил, все время будет все прибыль и прибыль. Понимаете, то есть это иллюзия. Если человек, допустим, находится рядом с человеком, который на тебя давит, постепенно чувство собственного достоинства падает вниз, человек становится обиженным, униженным, несчастным и некрасивым. Ну то есть если человек униженный, если человек обиженный, он также и некрасивый. А если человек некрасивый, кому он нужен? С ним никто жить не будет, от него счастье не идет, до свидания. Понимаете, если человек почувствовал, что жизнь очень тяжелая, ничего не сделаешь с ней, это депрессняк вызывает. То есть чувство собственного достоинства ушло назад, человек не может жить, у него нет возможности что-то делать, менять жизни, учиться, развиваться. Он просто тупит, ходит и все. Ну то есть другими словами, мы как живем? Чуть-чуть судьба надавила и нас снесло. Понимаете? Или суета, что такое? Чувство собственного достоинства уходит вперед. Это значит, человек верит, что счастье будет в будущем. Что значит? Это значит, что я, допустим, в трамвай сажусь или в автобус и жду, когда я приеду домой. Вот пока я еду, счастья нет. В будущем счастье. Я приехал в трамвай, в автобусе домой. Иду домой, жду, когда я приду домой. Вот когда приду, тогда будет счастье. Пришел домой, жду, когда я быстрее сяду за телевизор. Там, как бы, мои любимые «Мертвые не потеют», там новая серия. Так, «Мертвые опять проснулись», как бы называется. Ну, какой-то дубизм, допустим. Вот. Ну, интересный дубизм, там хорошо играют артисты. И ты садишься, смотреть «Мертвые не потеют». Чем ты занимаешься в это время? Ждешь, когда вспотеют. То есть, ждешь конца фильма. Ну, хорошо, там они вспотели на секунду, потом продолжение следует. Вот. Хорошо досмотрел. Дальше идешь спать. Ждешь, когда заснешь. Потом забылся. Потом опять ждешь, когда на работу придешь, там. И так далее, мои хорошие. То есть, так человек живет всегда в будущем. Вот когда ипотеку выплачу, тогда буду счастливым. Понимаете? Вот когда институт закончу, тогда буду счастливым. Закончил институт. Вот когда поступлю на работу, тогда буду счастливым. Поступил. Вот когда на работе начнут зарабатывать стук, тогда буду счастливым. Вот когда то, и раз – и умер. Понимаете? То есть, человек все время живет в будущем. А когда человек живет в будущем, у него счастья нет. Счастье откладывается на потом. А жить с таким человеком невозможно. Поэтому разрушается семья. Понимаете, да? Но если человек на остановке стоит, ему надо переключиться просто, заставить себя жить. Ему хочется уехать с этой остановки. Но надо заставить себя там жить. Надо начать желать всем счастья на остановке, радоваться природе, людям радоваться. И тогда тебе тоже всё будет радоваться. Какие люди будут радоваться? Незашоренные. Вот если ты, допустим, зашоренному человеку радуешься, он такой отворачивается и продолжает потеть дальше. А есть незашоренные люди, как вот Татьяна, которая организует лекции. Она улыбнуться может вам. Поэтому и живёт долго и счастливо, что правильно живёт. То есть ищите незашоренных людей, если хотите поменять свою жизнь. Это очень важно общение для человека. Дружба очень важна с правильными людьми. Одно слово доброго человека может всю жизнь изменить.